Я даже вам сейчас не скажу, они здоровы или нет. Как нам пояснил представитель ветеринарной службы, что в подсосное сюда якобы привозили всегда стадо, которое уже силиконово. На пресс-конференции нам вывезли. Да, он так и сказал. А я не могу теперь сказать, что то ли они инфицированы, то ли нет. По тому состоянию, какое нам досталось, я не зря вас сюда и привез. На самом деле я хотел показать все, как есть, детский крас. Для того, чтобы было понимание о том, какая работа здесь стоит, принимается решение именно по состоянию этих коровников. Либо их нужно будет просто-напросто законсервировать и что-то другое построить на этом месте. Либо их лучше перевести, все это стадо, например, немного сделать выбраковку, да, и лучше все с этого стада собрать в каком-то другом помещении. Ну, то есть мы понимаем, что на данный момент содержание, условия содержания немножко, ну, так скажем, отличаются от тех, которые должны быть. Как-то было дело даже Лукашенко кого-то там очень сильно из министров наказывал, да, за то, что довели до такого состояния хозяйства. Ну, я бы не хотел, чтобы ко мне этот Лукашенко приехал, такие же вопросы бы он мне задавал. К вам он не приедет. Ну, слава богу, что не приедет. Но другой Лукашенко может найтись. То есть, ну, вы понимаете, да. Это телята, это их содержание, это их, так скажем, здоровье, будущее, так скажем, нашего стада. Они сколько уже в таком состоянии? Ну, я не знаю, сколько, они вот сколько здесь работают, столько это состояние. Да может, всех изолировать уже надо, может, всех нас изолировать надо. А почему не принимать, а вы не какие-то действия? Какое решение здесь можно принять, скажите, пожалуйста, вот мы приехали сюда, увидели больное животное вместе с остальными животными, какое решение мы принимали? А вы когда видели? Вы первый раз сюда приехали? Ну, было как-то пару раз. Ну, вы же видели в каком состоянии. Видел, а что сделать можно? У нас только такие корпуса, только в таком состоянии. Мы и в Саеву, давайте и в Саеву их отдать. Наверное, у нас есть план, во-первых, телята, это поголовье, которое можно было бы, например, реализовать местному усилению. Либо на продажу этих телят. А вы ждете, когда они все вот такие станут? Нет, мы сейчас заключаем договора как раз для того, чтобы, например, реализовать этих телят. Вам не жалко? Нет, жалко. Ну, честно. А что я сделаю? Что мне сделать? Ну, хотя бы понимать, что с ними делать. Я понимаю, что с ними делать. На данный момент надо реализовывать. Ну, вот она вот облезла. Да, да, да. И у нее под ногой... Да, под правой, под левой, под левой, под лопатой. Да, а что это у нее такое? Это вот этот акцент. Где-то вот удариваете. Вот, видите, побежал, удариваете. Давай, давай. Вот, и этот. Вот, вот у него. Вот, посмотрите, какая шишка. Это что такое? Да, это вот акцент называется. Где-то вот острый угол, где-то вот он ударится. И все, то есть, без проблем. То есть, это не опасно? Это не опасно. Это не опасно. Это по-нашему фурунковый, либо черед. Как часто это чистят? Ну, утром. Один раз? И вечером перед выпайкать. А, два раза. Два раза. Они формятся два раза в утро-вечер. А сами молоко пьете? Ну, естественно. А и от ликозных коров пьете? Ну, а зачем от ликозных я буду пить? Если у меня свои коровы и дома есть. Все, они у вас здоровые, да? Естественно, они же обработку проходят. Ну, вот, лечить, пожалуйста, и влечить голову. А вам запрещают говорить. С мысячом. Здоровые коровы, которых вы даете? Ну, вроде как здоровые. Лечить бы их надо. Ну, подлечить надо, да? Лечить вообще надо. А не сделают, что все больные? Если они захотят врач. Врача нет, врач не есть. Врача у нас вообще нет. Мы будем лечить. Врача, оказывается, хоть как-то так. А, это все лето ни разу не появился у нас. Ни одной, ни один упор коровы не поставили. Вот так. Вот так, что с коровами не поставили. Вот так мы и работаем. А вот цепа этих конкретных коровок уже решена. Вы понимаете, что с ними будет дальше? Да, в принципе, я понимаю. Они сейчас зайдут и их начнут доить. Вы же понимаете, что я не в перспективе ближайшего часа. Я понял. В перспективе их опять погонят на выпаса. И это будет продолжаться до тех пор, пока у нас травка не засохнет. И сейчас начнем кампанию по заготовке кормов. Их опять разместят в те здания, где вы были. Ну, это же инфицированные коровы. Наверное. А куда вы придаёте молоко? Я сейчас не буду вам говорить этого. Когда первый результат будет виден? Вы же на какой-то срок ориентируетесь? Я считаю, это только следующий год. То есть мы, во-первых, кормовую базу в этом году заложим. Переведем на тех коров, которые необходимо оставить будет после сортировки этого стада. Мы переведем его на монокорм, для того, чтобы выровнять показатели по качеству и количеству молока. То есть сейчас, в данный момент, это сенаж применяется при кормах. Сенаж и концентраты в виде дроблёнки опять же. Больше ничего вообще. Абсолютно. Поэтому надои такие маленькие. И по качеству молока первый сорт. Это не высший сорт, это первый сорт. И получается так, что для того, чтобы к этому прийти, к надоям от трёх тысяч до хотя бы семи тысяч литров на фуражную корову в год, вот эти изменения надо сделать. А чтобы их сделать, требуются инвестиции для кормозаготовки. Сейчас нормальных машин для кормозаготовки у нас, к сожалению, не имеется. Скажите, а вы принципиальным согласием руководства уже заручились? Конечно. То есть они понимают, какие это нужны деньги, в какие сроки? Какие деньги, в принципе, наверное, это проект. И этот проект ещё прикидываем по деньгам. То есть надо понимать, что это сложный такой достаточно процесс. Если бы не было гегемонов, было бы всё нормально. Они питаются за счёт нашей экономики. Каково вы не приведут? Не будем пальцем тыкать. Америка. Спасибо. 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 Продолжение следует...